тема сегодняшней лекции редкое заболевание актиномикоз и редчайшая на кардиоз актиномикоз хроническое заболевание когда в органах и тканях возникают инфильтраты и абсцессы а при их вскрытии свищи возбудитель актиномицис израиле и актиномицис повис свойства возбудителя морфология и физиология это нитевидные клетки они ветвящиеся фрагментируются на палочковидное и на кокковидное тип дыхания факультативно анаэробный для роста требуется углекислый газ на плотных средах через 24 часа образуются микроколонии а через две недели плоские морщинистые с воздушным мицелием макроколонии в пораженных тканях образуются друзы это зерна с гомогенным центром и колбовидными вздутиями по периферии эпидемиология и патогенез выделяют пять групп по антигенной структуре по эпидемиологии это заболевание чаще эндогенного происхождения потому что возбудитель обитает в полости рта здоровых людей экзогенная инфекция имеет место при заражении людей аэрозольным путем из внешней среды актиномицеты сохраняют свою жизнеспособность и размножаются в окружающей среде чаще заболевания бывают у мужчин и чаще у городских жителей пути проникновения через слизистые оболочки через поврежденную кожу возникают характерные воспалительные очаги актиномекомы способствующие факторы это ослабление защитных сил воспалительные заболевания травмы слизистых оболочек патогенез факторы вирулентности и токсины изучены недостаточно из первичного очага возбудитель распространяется либо контактным либо лимфогенным путем бактерии отсутствует вторичная инфекция вызвана стрептококками стафилококками бактероидами или дрожжеподобными грибами кандида клиника и иммунитет клинические формы шейно-лицевая таракальная абдоминальная признаки актиномикоза часто встречается актиномикоз лица у 60 процентов и у 10 процентов лиц которые страдают воспалительными поражениями челюстей и лица заболевание хроническое присоединяются вторичные бактериальные инфекции может поражаться кожа мышцы лимфатические узлы слюны железы при таракальном актиномикозе поражаются легкие плевра а при абдоминальном актиномикозе очаг локализуется в слепой кишке и червеобразном отростке редко бывает актиномикоз мочеполовой системы его связывают с применением внутриматочных контрацептивов актиномикоз костей может возникнуть гематогенно актиномикоз центральной нервной системы и генерализованный актиномикоз самый страшный по типу метастазирующего сепсиса иммунитет слабо напряженной формируется гиперчувствительность замедленного типа лабораторная диагностика актиномикоза исследуемый материал гной из вещей мокрота моча спинномозговая жидкость и биопсированная ткань и первый метод микроскопический подозрительные плотные комочки из патологического материала наносит на предметное стекло в каплю гидрокарбоната натрия слегка подогревают и готовят препарат раздавленная капля при положительном результате видны друзы второй метод бактерии логический материал засевают на несколько сред теогликолевую на кровяной агар на агар сабуро посевы инкубируют в анаэробных и аэробных условиях с добавлением 5 процентов углекислого газа микроколонии возникают через сутки а через две недели макроколонии для микроколоний характерна паукообразная структура а макроколонии плоские морщинистые с воздушным мицелием идентификация по биохимическим и антигенным признакам для экспресс диагностики это третий метод иммунофлуоресцентное исследование четвертый метод реакция связывания комплимента с сывороткой крови больного и пятый метод это кожно-аллергическая проба разберем на конкретном примере принципы лабораторной диагностики актиномикоза при микроскопии мазка которые приготовили из гноя больного с подозрением на актиномикоз лица были обнаружены тонкие несоптированные мицелии в чем заключается диагностическая ценность микроскопического метода диагностики и какие другие методы можно использовать дополнительно дружи можно обнаружить методом раздавленной капли и в препаратах окрашенных по грамму по целью нильсину в начальных периодах заболевания дружи обнаруживаются непостоянно и поэтому диагностическим признаком служит обнаружение несоптированных мицелий помимо микроскопии можно использовать бактериологический метод серологический метод и аллергический метод профилактика и лечение специфической профилактики нет лечение проводится антибиотиками и актиномикозы хорошо поддаются терапии пенициллинами следует помнить что антибиотики применяются в высоких дозах и не менее 4-6 недель при необходимости иссякают очаги поражения и накладывают дренаж иногда проводят специфическую терапию актинолизатом полученным из аутоштамма и наконец редчайшее заболевание на кардиоз это атипичный актиномикоз или глубокий псевдомикоз возбудитель называется на кардио астероидес он не относится гриба вызывает хроническое заболевание легких возбудитель это грамм положительные бактерии похожие на актиномицеты но друз они не образуют возбудитель встречается в почве и человек заражается воздушно-капельным путем по статистике ежегодно примерно 2000 новых зараженных людей это преимущественно люди с иммунодефицитом вич инфицированные чаще мужчины а у детей на кардиоз не встречается заражение может происходить при травмировании кожи зараженной землей и может быть даже при неправильном уходе за контактными линзами группам риска относятся вич инфицированные люди с туберкулезом легких люди больные раком легких перед профилактические никаких средств нет возможно только лечить это заболевание и наибольшее количество инфицированных отмечается соединенных штатах америки в африке и в японии поскольку лечение очень сложное требуется дренирование гнойных очагов и пролонгированная химиотерапией летальность очень высокая достигает 50 процентов благодарю за внимание